Так, а это королевский замок, и мы подоспели к какому-то мероприятию. Совершенно неожиданно для себя мы попали на смену почетного караула во дворе королевского дворца. Торжественная смена происходит в 12.15, по воскресеньям в праздничные дни, как нам сказали, в 13.15. Мы не планировали, но так получилось, нам повезло. И даже попались в удачные места, можно было снимать. Под барабанным бой, под музыку, в исполнении военного оркестра караул сменялся. В летнее время, но не каждый день, церемония сопровождается еще и конным караулом. Среди королевских гвардейцев можно увидеть и девушек. На самом деле, зрелище немножко затянутое. И надо отметить, что военнослужащие роты почетного караула Московского Кремля все-таки более выигрышные. Они одинаковы по росту, отличаются слаженностью и синхронностью движений. А в Стокгольме гвардейцы оказались совершенно разными по комплекции, по росту, даже по полу. И не всегда были точны в своих действиях. Зрелище действительно затянутое и больше напоминает аттракцион, который, безусловно, будет интересен детям и подросткам. Смену почетного караула можно увидеть во многих странах мира. Но это был наш первый такой опыт. Собралось очень много туристов. Королевский дворец в Стокгольме – это резиденция монарха. В нем происходят государственные мероприятия, рабочие встречи. Во время приема важных гостей здесь присутствуют король и королева. По этой причине столь важные по значимости сооружения находятся под круглосуточной охраной. И обязанность охраны дворца возложены именно на этих гвардейцев, на Королевскую гвардию. Они были организованы в 1521 году еще при Густаве I. Охрана Королевского дворца и смена почетного караула возникла в 1523 году. В настоящее время Королевская гвардия насчитывает почти 60 человек, большая часть которых служит в Стокгольме, а остальные в другом дворце. Сын очень хотел посетить сам Королевский дворец, полюбоваться на его внутреннее убранство, но, к сожалению, времени у нас было не так много. И все наше знакомство с монаршей семьей ограничилось только изучением их места жительства. Мои спутницы любезно уступили мне место в первом ряду. Предстояла еще одна известная часть всего этого действия – это выступление трубача и барабанщика. Но все делается не быстро. Сама смена занимает от 40 минут до полутора часов. Но полутора часа – это, скорее всего, летом, когда на лошадях, в синих торжественных своих мундирах гвардейцы проходят весь ритуал, который был заложен еще в XVI веке. Все это сохраняется и все это становится просто легендарным. В любом путеводителе обязательно упоминается, что это мероприятие непременно необходимо посетить. Мы не читали путеводитель, сразу честно скажу, что я поехала в эту поездку, полностью полагаясь на опыт Ани и Лены. Они уже были в Стокгольме, они знают все места. И мне хотелось быть именно таким, не просто туристом, мне хотелось быть гостем, которого проводят, расскажут, покажут, объяснят. Но девчонки сами не ожидали, что мы попадем на это мероприятие и тоже смотрели на него, открыв рот и впитывая всю эту красоту. Весь этот потрясающий антураж, падающий снег. Посмотрите даже на видео. Очевидно, какой это был красивый день, насыщенный именно такой скандинавской суровой красотой. Ну что тут можно добавить? Ждем, когда будут солировать барабанщик, трубач. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, эта музыка может быть вечной, если я не сменю батарейки. В какой-то момент мне надоело снимать, это все, конечно, интересно, но я покинула свой первый ряд и подошла к девчонкам. Думаю, королевская семья налоги плачет в Швеции за проживание и аренду. Я думаю, что нет. Тогда смысл быть королем. Наш почетный караул как-то победительный, что ли. Не знаю насчет налогов, но знаю точно, что содержание именно этой шведской гвардии происходит за счет короля. Сам король из своей зарплаты оплачивает расходы. Ну, может быть, сейчас королевская гвардия и обмельчала, но когда-то шведская армия была и по праву считалась самой непобедимой и несокрушаемой. Пол Европы не просто так находилась под властью трех шведских корон. Вид чудный. Да.